Ребята, всем привет из Австрии! Мы сейчас с тайгушкой находимся в Альпах, недалеко от озера Топлиц, на Мертвых горах, как их называют здесь. И пока мы здесь, вот пока среди такой красочной австрийской природы, горного леса, я хочу рассказать маленькую историю, как тайга к нам попала и что сразу, практически сразу с ней произошло у нас дома. Ну, буду рассказывать. А так как идти по горе неудобно, тогда я буду показывать тайгу, я буду показывать, какие красивые здесь места и буду вам рассказывать. Если вам интересно, оставайтесь. Если вам неинтересно, сразу отключайтесь, никаких проблем. А тот, кто досмотрел видео до конца, обязательно, друг, товарищ, поставь свой лайк. Не мне, а этой прекрасной немецкой овчарке тайге. Ну что, тайгушка, пошли, вперед, я буду за тебя рассказывать. Пойдем, вперед, вперед. Ну, с чего начну? Тайгушка, иди вперед, потому что я же не буду просто горы снимать. Мне надо, чтобы ты шла впереди. Пойдем. Ну что, для начала. Для начала мы, конечно, в Австрии выбирали, в каком питомнике или какому питомнику по разведению немецких овчарок отдать свое предпочтение. Тайга, вперед, вперед. Мы долго выбирали питомник, в котором можно взять к себе домой нового члена семьи, немецкую овчилорку. Да, тайга, вперед, вперед, давай. Мы выбрали, да, птичка какая-то запела. Да, мы выбрали питомник, и она еще маленькая была. Да, мы месяц подождали, наверное, и приехали забирать. Забирали мы ее в два месяца. Овчарок можно покупать, собачек всех. Собачек можно покупать уже в два месяца. И кошечек отдает в Австрии с трех месяцев. Тайгушка, вперед, пошли. Ну и получается, мы тайгушку забрали, мы приехали. Она сразу к нам подошла. Пойдем вперед, вперед, тайгушка. Она была игривая, она была, ну, в общем-то, ничего не предвещала, никакой беды, никакого подозрения не было по поводу ее состояния здоровья. Мы ее забрали. Забрали. Мы даже не проверили пупочную грыжу, есть она или нет ее. Пойдем, тайгушка, вперед. Ну, я про себя рассказываю, давай вперед. Вот, и что поначалу? Мы приехали, и мы сразу, конечно, гладили ее, обнимали. И что-то пошло не так на животике. Была выпухлость огромная, вот такая вот. Это была грыжа. И грыжа была размером как пять копеек. Вот такая вот она большая. И она настолько была выдута, что я просто думала, собачка покушает, и она просто вывалится, эта грыжа. Конечно, тайга, вперед, вперед. Конечно, мы стали обращаться к докторам, к ветеринарам. Ну, нам ветеринар сразу сказала, что это, тайга, вперед, это не опасно, ничего страшного, это, возможно, самого по себе зарастет. Это не заросло. Вот тайгушке уже три годика, это не заросло, и, конечно, ее это не беспокоит. А ее не беспокоит, вперед, вперед. Довольны и мы. Дальше. Это проблема то, что мы обнаружили вначале. Тайга, вперед. Вначале, как только приехали домой. Дальше. Повели мы ее на улицу. Повели на улицу, и у нее оказался стул очень мягкий. То есть у собачек мягкий стул. Это, возможно, конечно, возможно, это был стресс. Вот. Такое тоже случается, и не только у собачек. Тайга, давай, не стой на краю. Иди сюда, иди сюда, в сторонку, вперед. Вот. Ну, в общем-то, стрессом это не закончилось. На самом деле, никакого стресса у нее не было. Потому что она зашла в нашу семью, и мы ее настолько вот так вот, да, Катя? Мы ее приняли так, что она даже ночью, она не плакала. Ей настолько было комфортно у нас. Как щенок, она сразу адаптировалась. Без проблем, без плакания, без каких-то выкрутасов. Вот собачьих, да, щенячьих. Мы сразу ей отдали наш диванчик, который покупали для балкона. У нас есть одно из видео с этим диванчиком. Диванчик для овчарки из Икея. Кто хочет, может посмотреть. Тайгушка, вперед, вперед. Ну, получается, второй день она у нас дома, третий день дома. Ну, а стул не улучшается. Питается она так же, как сказал нам заводчик, вперед. Мы ее кормили рояль-канином. Вот. Ну, а стул все хуже и хуже и хуже. И через неделю, вот недельку она у нас дома побыла. И на вторую неделю, получается, мы уже пошли к доктору сдавать анализы. Что ж такое? Почему у собаки вот такой вот стул? Доктор нас ошарашила. И нас тоже ввела в шок. Она говорит, а где вы вообще купили эту собачку? Вы, наверное, ее перевезли из Румынии. А мы спрашиваем, почему из Румынии? Она говорит, в Румынии покупают собак настолько зараженных. В Румынии или еще какая-то, да, вот страна? Что она говорила, я уже не помню. Ну, часто привозят зараженных собак, больных собак в Австрию. И потом этих собачек лечат. Вот, мы сказали, нет, мы ее купили у заводчика. Нормальный заводчик, он, в принципе, он славится на страну и на другие, наверное, страны. Люди приезжают к нему и покупают в Иран, в Ирак собачек породистых. Вот, допустим, у нее брат у тайги, он уехал в Иран, да, Катя? Не знаю, Ирак, да? Иран, Ирак. И, в общем-то, мы сами были ошарашены. Я не знаю, где она подхватила эти лямбли. Вот, ну, пойдем дальше. Челки с ним. Да, ну, пускай сидит, убирает челку. Не обижай ее, пускай сама улетает. Все. Ну, значит, дальше. Мы тоже были в шоке. Тайгушка, иди вперед. Мы в шоке, собака в шоке, доктор в шоке. И пошло первое лечение. Она назначает то-то, то-то, то-то. Она назначает, нам ничего не помогают. Жадии, эти лямбли, они уходят вниз. Но потом, через какое-то время, они опять настолько продуцируются, настолько развиваются, что опять на самом высоком уровне. Она травила собаку метронедозолом. Но метронедозола это недостаточно. В комплексе должно еще что-то идти. И, в общем, получается, мы меняем доктора. Конечно, нам доктор, ветеринар этот не помог. Мы обратились в ветеринарную клинику. И там тоже постоянные анализы, постоянно какие-то таблетки, которые не помогают. И, получается, они давали нам какой-то порошок индийской травы, который способствует пищеварению и улучшает стул. Нет, ничего нам не помогло. Единственное, что я делала, это на какое-то время я выравнивала ее стул рисовым отваром и курицей. Вот ей очень это нравилось. И этот рис, он не вызывал у нее раздражения. Никакого поноса у нее не было. И состояние стабилизировалось. Но от риса у нее начался аллергический отит. Мы от него отошли. Тайгушка, вперед! Что, боишься идти? Ну, конечно, я должна первая идти. Да, предводитель должен идти первой. Ну, ладно. Вот, и получается, что делать, если медицина не помогает? Если ты не знаешь, что тебе делать? Все, уже руки опускаются. Но нет, собаку нужно было спасать. Потому что у нее мы сделали УЗИ кишечника. У нее отвратительное состояние. У нее уже были язвочки внутри кишечника. И нужно было что-то делать, так как медицина нам не помогла. Вот. Я вычитала в интернете, что можно лямбли лечить именно полынью горькой. Полынь горькую я не нашла. Я давала ей, значит, другая, не горькая какая-то полынь. Есть тоже. Мы покупали капсулы. Я эту полынку засовывала в капсулы. И она выпивала одна таблетка утром, одна таблетка вечером. Ровно семь дней. Семь этих прекрасных или ужасных дней с ожиданием. Чем же закончится вообще вся эта история? Собаку нужно спасать, собаку нужно лечить. И собаку нужно привести в нормальное состояние. Что вы думаете? Потом мы пошли после семи дней приема к доктору, к ветеринару, в эту ветеринарную клинику. Они просто были в шоке, в приятном шоке. Они сказали, вообще нет нигде лямбли. Нет лямбли ни в кали, нет лямбли ни в крови. И вообще никакого антигена даже не было найдено. То есть собака полностью была вылечена. Она оздоровилась. И все это благодаря травке полынь, которую могут использовать люди, могут использовать животные. И вот по каким-то причинам, то ли не зная, то ли не хотя, используется вот эта бизнесная, медикаментозная вот такая вот индустрия. А на самом деле семь дней и все. Собака полностью здорова, мы ее спасли. Вот. И что дальше? Тайгушка, давай, пойдем вперед. Вперед. У нее восстановился стул, у нее восстановился аппетит, потому что раньше мы ее приходилось насильно кормить. Она не хотела, она не хотела просто кушать. Вот. Ну вот так вот мы и спасли нашу девочку, нашу красавицу. Я добавляла раньше видео с тайгушкой, да. Многие писали в комментариях, что, боже мой, у вас такая собака, она такая худая, она такая, в общем-то, не соответствует своим стандартам по возрасту. Да, конечно, потому что нам пришлось много с ней пережить. И у нее настолько был убит на то время иммунитет, что на нее цеплялись такие болячки. У нее были папилломы. Оказывается, у собаки во рту тоже бывают папилломы, огромные папилломы. Где она их взяла? Как она их подцепила? Я не знаю. Вот плохой иммунитет, пожалуйста, болячки. Вот. Что у нее еще было? У нее были, как это называется, грибы, которые живут в ушах. Вот аллергический вот этот вот гриб. Не знаю, как называется. Ми-ми-ми. Забыла. Я прошу прощения, я забыла, как называется этот грибок. Вот. Но именно вот он аллергический такой пищевой. Потом, вот сейчас ей уже три годика. Будет три годика, да? Ей будет три годика в сентябре, 5 сентября. И слава Богу, спасибо Господу Богу, спасибо природе, которая дает нам вот такие вот медикаменты природные. Вот собака жива. Собака жива, собака бегает. Собака радует, радуется. И нас радует тоже. Собака здорова. Что я хотела этим видео сказать? Ни в коем случае я не хотела сказать, что медицина в Австрии плохая. Она очень хорошая. Но самое главное, лучше везде и всюду и всегда не болеть. Правильно? Вот это вот самое главное. И тогда медицина будет еще лучше у всех и для всех. Вот. И ни в коем случае я не хочу сказать, что медикаментозная индустрия тоже такая ужасная. Ну, то, что мы прошли, мы прошли. То, что я почувствовала. Дай Бог, конечно, чтобы все были здоровы, чтобы были здоровы старики, были здоровы люди, дети, чтобы никто из зверюшек не болел, чтобы наш мир был всегда зеленым, солнечным, полон радости, позитива, света и добра. Вот так вот. Так что я желаю вам всем, друзья, всего самого хорошего, самого лучшего, самого-самого замечательного. Здоровья вам и вашим близким. И, конечно же, тайга. Тайга. Вашим питомцам. Все, дорогие друзья, большое вам спасибо за внимание. Вот мы в каких красивых местах гуляем с тайгушкой. Наслаждаемся альпийским, свежим воздухом. И, кстати, тайга здесь пьет чистую альпийскую родниковую водичку. Тайгушка. Тайгонька. Вот она, моя красавица. Столько нам всего пришлось с ней пережить. Но теперь у нас все нормально, теперь у нас все хорошо, все отлично. И у нас есть маленькая британская кошечка Златочка. Мы, кстати, тоже приехали с ней в отпуск. Приехали с ней в Штайермарк, далеко от Вены. Четыре часа мы ехали на машине. Так что, если вам интересно, заходите к нам на канал. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы всегда рады. Всем комментариям и всем друзьям. Всем людям, которые пришли к нам с любовью, с позитивом и добром. Тайгушка, скажи голос. Голос. Тайга, ну скажи голос. Голос. Ну скажи нашим зрителям голос. Она устала. Ну ладно, давай лапку. Давай лапку. Давай лапку. Тоже устала? Мы четыре часа гуляем, кстати, в Альпах. Тайга, дай лапку. Дай лапку. Даже лапку она не хочет давать. Но устала. Да, Тайгушка? Ладно, мы уже понимаем тебя. Ты устала. Все, друзья. Всем пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...